Требуется для того, чтобы доказать теорему Пойген, вычислять сопротивление между точками. Объясняю, какое сопротивление мне нужно будет вычислять. Смотрите, сначала плоский вариант. Ставьте себе, что у меня есть начало координат и вот это вот решетка. Я, разумеется, сейчас сделаю следующую штуку. К началу координат я подведу нулевой потенциал. Дальше я здесь... Мне тяжело рисовать квадрат, но я что-нибудь попробую. Так, по три клеточки я способен отложить? Дальше я сделаю следующее. Я подведу потенциал равной единице к всем точкам квадрата с такими вершинами. Н, 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 минус Н. Понимаете, да? Минус Н, Н. И оказывается, у меня не будет явных хор. И я для того, чтобы это оценивать, я возьму и все вот эти вот провода, которые я сейчас... Я просто объясняю идею, идею того, что сейчас будет сделано. Я вот все эти провода заменю на сверхпроводники. На супермощные провода, по которым ток идет следопис. И здесь то же самое. И здесь я улучшу проводимость по этим. В результате общая проводимость что сделает? Улучшится или не изменится? Если честно, улучшится. Но скажем так, меньше она точно не будет. По той теории, которую я вам докажу в некоторое время. И после этого ситуация на самом деле простая. Смотрите, вот у нас есть точка. Сколько отрезанных провода? Сколько? Четыре. А у всех у них потенциал один и тот же. Поэтому с точки зрения электрической цепи у нас такая история. У нас здесь есть четыре провода. А здесь сколько их? Сколько? Двенадцать. Ну давайте. Три, да? Три. Да. Двенадцать. Может я их не буду рисовать. Я пишу здесь четыре, здесь двенадцать. Замечательно. А здесь их сколько? Шестидесят. Сколько? Двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять на четыре. Пять на четыре, двадцать. Ну и так далее, и так далее. Ребята, здесь все время будет одна и та же штука. Четыре умножить на нечетное число. Согласны? Чему равняется сопротивление параллельное, когда есть четыре провода, у каждого сопротивление единица? Вот в этом месте. Чему равна сопротивление? Одна четвертая. Одна четвертая, конечно. А чему равна здесь сопротивление? Одна двенадцатая. Чему здесь вам? Одна двадцатая. А вот теперь вопрос. А если я это напишу для большого числа n, понимаете ли вы, ну, одно четвертую можно вывести за скобку, понимаете ли вы, что получится такое выражение? Одна первая плюс одна треть плюс одна пятая плюс одна седьмая. Понятно? А гармонический яд расходится. Ну, для тех, кто знает, что такое правильный алгоритм, те могут даже примерно сообразить, чему это равно. А для остальных, если у вас есть вот эти дроби, значит, одна третья, одна пятая, одна седьмая, одна девятая, давайте я сейчас объясню, каким образом набрать сколь угодно большое число при помощи суммирования таких дробей. Ну, смотрите, давайте разобьем эти дроби следующим образом. Вот эти две дроби, потом вот эти четыре дроби, потом следующие восемь и так далее. И теперь смотрим сюда. Каждая из них больше, чем одна восьмая, согласны? Потому что одна седьмая больше, чем одна восьмая. А их две штуки. Значит, их сумма больше, чем две восьмых. Четыре дроби, каждая больше, чем одна шестнадцатая. Четыре шестнадцатых. Кто? Что? Четыре шестнадцатых, это вообще-то две восьмых. Опять, это сумма больше, чем одна четвертая. А следующая штука будет больше, чем восемь тридцатых. Больше, больше. Да. Каждый раз мы набираем больше, чем одна четвертая. Поняли? Опять-таки, на Малом и Махмате будет целый цикл лекций про этот самый гармонический ряд. Достаточно вот этого факта. Получается, что, понимание, даже если мы добавили здесь сверхпроводники, все равно сопротивление что делает? Стремится к бесконечности. А, соответственно, проводимость стремится к нолю. Отлично. Вот, оказывается, на самом-то деле, это и есть теорема Бойя. И это я вам, что-то, быстро объясню. Но давайте еще все-таки, для того, чтобы вы поняли, что называется, что все это не зря, что просто я хочу, чтобы вы не разбежались сейчас, помнишь, что конец близок, что нам до доказательства теоремы осталось буквально чуть-чуть.